Хаймай Стюданс Вторая часть Код Вечности Закон второй Ну вот он такой закон Не створи себе кумира И всякого подобия И лика на небеси горе И лика на земли внизу И лика в водах Под землею Да не поклонишься им И не послужишься им То есть Вот те кумиры, которые Были построены Это в язычестве деревянные Всякие такие Извояние идолы каменные И так далее Они считаются уже как бы Кумирами И приходили в святые места Поклонялись этим кумирам Следует заметить Что здесь противоречие Небольшое есть Оно нуждается вот В разработке Что касается Будет когда Вот это Единая мировая Религия Вот С одной стороны Не сотвори себе кумира И тут же Разъяснение Какие у нас грехи Это грехи против святых икон То есть Вот эти деревянные Скульптуры Которым язычники Поклонялись И всякие идолы Они заменяются На святые иконы То есть Плоские изображения Цветные Изображения Которые Может нарисовать Любой человек Не обязательно святой Ну первую Икону Написал Святой Евангелист Лука Он На столешнице На деревянной Столешнице Написал Икону Ну это по слухам Ее никто не видел Пока Вот Это Это говорится Что надо сердце Бога почитать И в то же время Мы поклоняемся Как бы икону Вот Святая чудотворная Такая икона Такая Их там уже Множество Множество икон этих Считаются они Чудотворными Ну вот здесь Противоречие-то явное Что Один кумир Заменился на другой На иконы Ну Католики То есть Мусульмане Это же сразу Они же прощучили И они поняли Что надо Это Запретить То есть В мусульманских храмах Там запрещены Всякие иконы Но растительные Орнаменты Вот эти Растительные орнаменты Они Присутствуют Всегда Красота Заключается Именно в растительном Орнаменте А Сосредоточение В молитве Идет Ну Самому Аллаху И так далее Поклоняется Непосредственно Богу Не через Иконы То есть Здесь Как бы Два Посредника Выстраивается Первый Посредник Это Священнослужитель Так называемый Который Вашими действиями В храме Руководит И Около него Там Топтущиеся Бабушки Злые И Второй Посредник Это Вот эта Икона Что Нужно Именно Перед ней Стоять И Обращаться Через Эту Икону Не Прямо Непосредственно Богу А через Икону То есть Подразумевается То что Новый Кумир А чем Характерны Иконы Мы знаем Это Хороший Бизнес Иконы Ими Торгуют Они Являются Средством Накопления И Средством Подарки Как говорится Роскоши Старинные Иконы Они Очень Дорогие В основном Их дарят И Переходят Из поколения В поколение То есть Это Часть Бизнеса Вот эта Икона В отличие Вот от Игдала Который Стоял Которого Трогать Был Нельзя Естественно Торговать Им нельзя Было Поэтому Здесь Противоречие То есть В христианстве Которое Уже Стало Позже Появилось Вот это Такое Искажение Что Надо было Какое-то Изображение Но вокруг Этого Изображения Очень Такой Налажено Производство Этого Изображения И Хорошие Приносит Доход Вот Иконки Такие В каждой Машине По иконке По несколько Иконок Стоит Это Считается Благое Дело Вот Хотя В общем-то Обычно Вот у католиков Меньше У них там В основном Крест И все Но там Распятие Там На кресте Распятый Человек Изображен Всегда У католиков То есть Это Как бы Отрицательную Ауру Несет Страдания Эти Несет Масса Вот это Изображение А у Православных У них Крест В основном Изображается Без Человечка Там Надписи Есть Молитвы Воскресен Бог Например Или там Такие Символы Сокращения Слов Иисус Христос Царь Божий Вот такие Вещи То есть Тот Крест Который После Вознесения Образовался Тот Крест Частицы Которого Были Буквально Растащены Съедены После того Как Царица Елена Она Обнаружила Этот Крест В Иерусалиме И Она Этот Крест Оживил Человека Прикосновение К этому Кресту Оживило Человека Которого Несли Уже На Кладбище Вот И Такое Дело То есть Здесь Изображений Практически Тоже Не было Вначале Ну а Потом Вот Это Нам Завиняю Как бы Завиняю Вот Если Мы Икон Не Имеем Ну и Кроме Того Вот Какой Грех У нас У меня Допустим Поклонение Гробу Неведомому С признанием За ним За Святыню Ну это Я Не знаю Вроде и не делал Я не поклонялся Этим Гробам Как Святыня Ну Может быть Кто-то И делает Хождение По Простым Местам Как Святым На Источники Вот Вот Ходят Там Молятся Рощи Дубравы К деревьям Обнимают Деревья Вот Считают Что Деревья Оттягивают У них Какую-то Негативную Энергию Вот Такие Языческие Обряды Ну и Также Прыгание Через огонь Считается Что Если прыгнул Через костер Значит Ты уже Этим огнем Как бы Очищен Человек Считается Это тоже И в Масленицу Такие Распространенный Обряд Был Обогатворение Икон Ну это Крайность Вот это Вот даже Тут Осуждается То есть Мы их Должны Обогатворять Ну вот Такая Не икона Меня исцелила Не икона Не Казанская Не Не Рязанская Не Какая Не Купятицкая А Вот Считается Что Вот Николай Второй Там Проиграл Войну То И Погиб Из-за того Что у него Не было В штабе Вот этих Трех Икон Там Среди Которых Купятицкая Песчанская Еще Какая Это Живахов Князь Пишет Что Не было У него Икон Вот он Из-за этого И Значит Это Мистика Сплошная То есть Это Вот Относится К этому Обогатворению Икон Невнимание К правильности И красоте Икон То есть Вот Мания Режет Часто Везде Там На Выставках Изображает Иконы В абстрактном Стиле Такой Ребенок Можно Нарисовать Даже Слон Вот Он Хоботом Кисть ему Дают И он Рисует Что-то Там На Холсте И Это Вот Считается Супер Это Как бы Икона Ну Всякие Такие Символические Кубистские Изображения Ну В стиле Там Какого Там Западного Абстракциониста Вот Малевича Типа Малевича И Вот Эти Иконы Значит Они Некрасивый Вид Имеют И Неправильные Иконы Потому Что Занятие Иконописи Надо В состоянии Духа И тела Очищенным Это Специально Есть Там Наука По этому Делу Как Надо Поститься Молиться Чтобы Даже Художник Профессиональный Он Должен Пройти Этот Обряд Очищения Прежде Чем Начать Рисовать Икону Вот Ну И Конечно Здесь Связано Тоже С Бизнесом Оставление Икон Оставление Комнат Без Икон Вот Комната Если Допустим Икон У меня Нет Ну У нас Полно Слава Богу Этих Сейчас Икон И Вот Все Они Тут Ну Вот Где Комнаты Без Икон Это Много На Западе Там Без Икон Везде Католики Без Икон И Все Другие Они Без Икон Только Крест Но Это Православие Считается Грех Ну Есть Допустим Совсем Старинные Иконы Которые Изображение Это Почти Стерто То есть Оно Не Представляет Уже Никакой Ценности Потому Что Одна Только Там Основа Осталась А Изображения Нет И Вот Этих Иконы Тоже Употребляют Как Святыни Через Них Молятся Оказывается Нельзя Нельзя Также Нам Что Делать Вот Людей Допустим Родственники Иногда Как Анастасу Ставят Фотографии Родственников Ну На войне Погибших Или Живых Чтобы Они О них Молились Не Забывать Молиться О них Когда Молишься О ком Помолиться Выставляют Такие Фотографии О ком О здравии Из У покой Оказывается Это нельзя Потому Что Это же Люди Не Святые Но С другой Стороны Там Живут В этом Евангелии В Библии Написано Что Человек То Храм Божий На земле И Надо Человека От его Грехов Отделять Надо Отделять То есть Не смешивать Как в Одессе Говорят Надо Мух От котлет Отделить И В этом Отношении Если человек Создан По образу И подобию Божьему То он и есть Храм Божий Ну У нас Украшательство Храмов Любят Это уже Другой Вопрос У католиков В этом деле Там Немножко Ну То уже Есть Теперь Опущение Долго Вожигать А Вот это Вот Да Это тоже Грех У нас Опущение Долго Вожигать Масло И свечи Перед Иконами Ну Это В церкви Всегда Там Лампадки Они Круглосуточно Горят Но С другой С другой С другой С другой Мы же Знаем Пословицу От Копеечной Свечи Москва Сгорела Из-за Копеечной Свечи Так Ведь Вот Ну Это Все Считается Грех Мы Должны Какую-то Свечку Все время Держать Там Надо Дома Должен Швейцар Стоять При этой Свечке Следить И пожарника Там Поставить Чтобы Не загорелся Дом От этого И дети Чтобы не Подбежали Там Не подожгли Дом Но Это Но Все равно Это считается Грех Небрежное Отношение К святым Иконам К Кресту Господню Ну То есть Мы Обращаемся Вольготно Там Можем Где Забросить Их В стол Засунуть Это Нехорошо Вот Небрежно Крестимся И осеняем Себя Неправильно Крест И В то же Время Когда люди Правильно Крестятся То Мы Их Осуждаем То есть Креститься Надо Правильно Неспешно И правильно Налагать Крест Но В законе Божьем Об этом Сказано Закон Божьей Книжки Тут Сошлюсь Дальше У нас Грехи Какие Ну У меня Я Про вас Не знаю У меня Безгрешные Конечно Моление Крестом Двуперстном И осуждение Немолящихся Двуперстна И Неосуждение Молящихся Двуперстна А И в то же Время Осуждение Немолящихся Трехперстна Ну Это Раскол Мы Говорили В тот раз Раскол Ну Здесь Собор 1667 Года Якобы Двуперстн От армян Пришло Ну Это Извините Не Говорит О том Что Армяне Крещены Были В четвертом Веке Уже Они Раньше На 500 Или на 600 Лет Раньше Чем Русь Крестились Армяне Они Более Древние Христиане Чем Русские И Надо Сказать То Что Если Как говорится Складывается Перстата Два То Это Получается Что Два Если Вот так Изобразить То Это Будет Латинское Написание Слово Иисус Христос Вот И Это И И С Иисус Х Это Вот Это Два Пальчика Скрещены Буквой Икс И С Мизинец То Если Так Вот Крест Это Называется Этим Креститься Можно Но Это Тоже Как бы Двухперстный Крест Считается Но Он В Православии Считается Иерейский Крест Вот Я Иерейским Христом Перекрестился Это Можно А Если Я Два Пальца Сложил Вот Так Вот Просто Это Нельзя Это Уже Грех Но Это С Точки Зрения Православия Раскола А Если Я Вот Так Вот Перекрестился То Это Будет Правильно В Пределах Православной Церкви Никонианского Образца А Вот Протопопа Вакум Он Двумя Пальцами Крестился Кто из них Протопопа Вакум Прапа Или Этот Вот Который Настоящим Отцом Петра Первого И является Который Там Вот Этот Никон Считается Настоящий Отец От Прелюбодейства Рожденного Алексей Михайлович Он Царица Не Охватывал Этой Любовью Она Ездила Туда К Никону Причащаться Святых Таин Как Говорится Вот Петр Первый Он Весь Был Вот Это Вот Никона Ну Мы Об Этом Не Будем Это Мы Там Свечку Не Держали В этом Процессе Поэтому Умолчим Этот Вопрос Дальше Какой Грех У Нас Грехи Против Почитания Святынь Ну Святынями То Что Являются Это Мощи Там Мощи Считается Ну Вот Поклонялись Мощи 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 Почему Важно Чтобы прийти Туда К этим Мощам Преклониться Там Ты Конечно Купишь Свечку Поставишь Свечку Или что-то Там Произведешь Какие-то Финансовые Операции Около Этого Дела Это Тоже Причина Повод Чтобы Собраться Стадо Согнать В кучку Ну Для Стрижки Как Говорят С финансовых Подстрижки Немножко Подстричь Но Когда Вот В 17 Году По решению Совнаркома Ряд Таких Вот Святых В кавычках Гробниц Было Открыто То Там Было Обнаружено Просто Скотские Кости Кости Крупного И мелкого Рогатого Скота Вместо Людей Ну И Вот Эти Вот Частички Все Вот Эти Ночатся Не Доказано Что Это Именно Мощи А Потом Это Как-то Перекликается С Некрофилией Некрофилическая Какая-то Традиция Здесь Привносится И Дикость Первобытная С другой стороны Там же В Евангелии Везде Что Осквернять Могил Нельзя Это Грех Это Еще С Египта Известно Потому Что Кто Даже Влезал В Египетскую Могильник Там Были Заслоны Припоны Всякие Стрелы На них Кидались Скалы Затесанные Ямы Были Главное Что Микробы Вредные Были Там Занесены Поэтому Осквернение Вот Могил Нельзя Тут У нас Вот Открыли Могилу Гоголя Открыли Могилу Пушкина А там Совсем Не то Лежит Даже По моему У кого У Гоголя Там Два Черепа Обнаружено Какой Из них Гоголь Какой И оба Не Гоголя И так же С Пушкиным Кто там Подкапывает Все это Поменяет Есть люди Которые Собирают Черепа Вот этих Заменитых Людей Это Целая Такая Мировая Мафия Где-то Это черепа У какого-то Любителя Миллиардера Скапливаются Кто этим Занимается Любитель Вот Вот такие Мощи Вот мы их Как говорится Не почитаем Не прикладываемся К ним Как-то Брезгиваем А это Считается Грех Для нас Надо с благоговением К ним Приложиться И вот Получишь Какую-то Благодать Ну там Протирает Стеклышко Это Протирает Таким Душистым Маслом Что Ну Заразиться Практически Нельзя Можно Прилагаться Непощение К Богоявленской Воде К Контидору Артасу Просфорам Принятие Их После пищи Хранение До порчи До порчи Вот это Да То есть Радишь А у них Просверка Позеленела Ну это Связано С тем Что у них Она не Святая Потому что Если Вот Мы Египетскую Тоже Опять же Возьмем Это Там Все Свежее И Если Сухарь Он может Он не зеленеет Нормально Сухарь Нормально Сделано Все Ну Мы можем Хранить В пакетике Полиэтиленом Да Там Что хочешь Позеленеть В этом Полиэтиленом Пакетике Если Мы Загрязнили Это Да Это Тоже Грех Не потребил Не съел Оно Святое А еще После еды Это Конечно Не польза Вот Неблагоговение К святым Храмам Божьим Неблагоговение То есть Вот Проезжая Мимо Храма Там Это Все Подумал Об этом Об Ангеле Храма Если Креста Нету Это Перекреститься Надо Перекреститься Надо Обратиться К Ангелу Храму За помощью Это Благоговейное Отношение Считается Правильное Здесь Как говорится Никакого Криминала Нет Не Престойно А Да Кстати К святым Храмам Вот Сейчас Там Бразилия По-моему Бразилия Или Боливия Здесь Здесь В интернете Есть Может Я Сошлюсь Вот На сайте Я плакал Была Ссылка Что Обнаружено Кладбище Но Не обнаружено Но есть Это Кладбище Там И на На этом Кладбище Значит Построены Самые Настоящие Храмы С крестами Наверху С куполами Дворцы Двухэтажные Трехэтажные Дворцы Вот Они Там Захоронены Эти Наркобароны То есть Очень Богатые Люди Известно Что Наркомафия Это Очень Богатейшая Организация И там Целый Город Вот Таких Дворцов Даже Супер Есть Современные Стеклянные Из Пули Непробиваемого Стекла Там Внутри Гробницы Видно Все Это Разбито Скамеечки Все Можно Отдохнуть Там Можно Жить Там Все Есть И Интернет Проведенный И вся И кухня И столовая И все Там Можно Поминать Как следует Целыми днями Там Находиться Около Гробов Своих Наркобаронов Вот Родня Может Находиться Вот Такие Вот Это Благоковейные К святым Храмом Божьим То есть Храм Божий Там С крестом Наверху И все Вот Непристойное Поведение На христианских Кладбищах Вот А тут Пристойное У нас Видите С дворцами Крование Курение Плотский Грех На могилах У нас же Считается Что вот Там Муж Женой Детей Нету И Какой-то Поверье Какая-то Бабка Это Идут К бабке А бабка Говорит Вдруг Вы Говорит Давайте Зачинайте На могиле Ваших Папочек Мамочек Идите Туда Там Зачинайте У вас Будет Зачатие Произойдет И вот Они Все И молодежь Стала Пример Тоже Брать Там На могилах Они Совокупляются Вот Ну Еще К тому Жу Разрушение Оград У нас Когда Вот Безработица Появилась После Конца Советской Власти Появилась Безработица Надо Было Как-то Людям Выживать Вот Они Ломали Эти Ограды На Кладбищах Все Луминовые Оградки Были Такие Штампованные Их Забирали Сдавали На Металлолом То Что Цветное Там Нержавейка И так Далее Все Вот Это Оказывается Нельзя Ну Это Я Тоже Согласен Что Нельзя Неблагоговение На Крестном Ходе Ну Правда Некоторые Ходят Дети Особенно Детишки Ходят Поглазеть Там Похихикать Посмеяться Над Это Всей Процесс И Это Конечно Нехорошо Незаботливость О строительстве Ремонте Храмов Ну Мы Уже Говорили Что Храм Бог Это Сказал Что Человек Это И есть Храм Божий Храм Духа Святого Поэтому Вот То Что Мы Украшательством Занимаемся Вот Эти На Святых На Местах Силы Мы Строим Вот Это Мы Тем Самым Во-первых Блокируем Эти Места Силы Чтобы Туда Народ Ограничен То Приватизируем Мы Как бы Приватизируем Это Участок Это Казалось Туда Должны Приходить Все Ограничиваем Тем Самым Несмотря На То Что Храм Красивый Золоченый Купол Но Мы Слишком Много Уделяем Это Внимание Где-то Там В Протестанстве Это Не Так Многолетняя Небрежность А Небытность У И И Святом Причастие Ну Я Об Этому Говорил Что У А строго С этим Делал Надо Сначала Исповедоваться А потом Причаститься Потому Что Если Ты Не Исповедуешь Ты Как Говорится Не Дал Информации Куда Батюшка Это Отставник ФСБ Он Или Милиционер Или Военный Отставник Это Батюшка В основном Раньше Это Были Сейчас Они Ну Может Быть Тоже Потому Что Даже Клички У Них Есть Там Алексей Второй Дроп Кличка Дрозд Там Этот Вот Кто Там Этот Гундяев Сейчас Он Тоже Кличку Какой-то Имеет Тоже Он Чуть Не Генерал ФСБ Вот Или Там Агент Ну Вот Нам Надо Обязательно Самозаклад Вот Этот Ощущить А Потом Только Подходить К Причастию Тогда Тебе Ложечку С Компотиком С Ягодкой С Вишенкой Дадут У Греков Исповедь Дела Факультативные А В России Без Исповеди Не Причастят Ну Вот Здесь Казус Может Быть Вот Ленин То Что Говорил Когда Ленину Задали Вопрос Может Ли Коммунист Быть Верующим И Годить В церковь Ленин Ответил Ну Может Если Он Выполняет Все Задания Своей Партийной Организации Но С другой Сторон Ленину Можем Возражать Вот Он Ж Этот Верующий Большевик Он Идет На Исповедь Белоградейскому Батюшке Батюшка Там Был скрыт Белогвардеец Сколько Этих Парщик Потом В ГУЛАГ Сослали За Организацию Всех Этих Тайных Дел Они Были Переодетые Офицеры Как Я Говорил Что В Монахи Подался Даже Замминистра Начальник Первого Управления МВД Царского После Смерти Столыпина Кожухов Сергей Алексеевич Вот Представь Большевик Пошел Исповедоваться Здесь Противоречие Очень много Накладок Из-за этого Много Нестыковок Получилось Неусердие К Причащие Часть Один То есть Мы раз в год Должны Или чаще Один раз в год Или чаще Приступать К этому Причастию Ну То есть Самозаклад Осуществлять Говение По внешнему Требованию Ну Вот Там Вот Надо Говеть Надо Там Сказали Вот и Надо Говеть Я просто Слушаюсь И все Не с благоговением Говею Вот так И это все Грех У меня считается Мало Приготовления Или совсем Не приготовления К Причащению А что значит Приготовление Там подразумевается Не только Пост Там три дня Надо держать Пост Строгий Но еще и Бумажку Написать Со всеми Своими Грехами К Исповеди И вот это По бумажке По этой Чтобы Не запинаться Все без запинок Эту бумажку Все Батюшке Прочитал Или подал Батюшке Он там Прочитает Вот И он тебе Грехи Он тебя И Петрахилию Накроет Перекрестит Крест поцелуешь Евангелие Евангелие Поцелуешь И Все Можешь Приступать К причастию Дальше А вот Еще Если ты К тайне Приступил То есть Исповедовался Причастился А тебе Духовник Запретил То есть Если ты Не выполнил Какую его Эпитимию То есть Послушание Такое Восправление То это Грех Считается Ну Даже Если Вот Духовник Помри Приставился Случайно Все равно Должен Его Эпитимию Выполнить До конца А тогда Только Пойти И Причащаться Вот Еще Что У нас Есть Какой Грех Нехранение Для Причастия Вообще Дней После Говения Нехранение Имеется Ввиду Что Вот Ты Причастился И Пошел Сразу Гулять Пить Пивать И Жену Обнимать А это Оказывается Нельзя Надо Строго Себя Вести В течение Всего Этого Дня И Вот Этих Даже Может Двух Трех Дней Не Предаваться Пьянству Не Набрасываться На Еду Не Не Размышляешь Даже Адаре Вот Причастился И Надо Об этом Размыслить И Супружеским Глазком Сразу Кидаешься И Нежелание Исправить Жизнь Если Ты Причастился Что Что Ты Должен На Себя Взять Допустим Вот Я Причастился Ведь Теперь Это Мне Поможет Бросить Курить Я Значит Должен Курить А На Следую Причастие Я Должен Бросить Пить И На Следующий Допустим Блудить Там Это И так Далее У меня Смотришь И Чище 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 Человек Становится Против этого Никаких Взражений Ни У Кого Нет Грехи Ложного Богопочитания Это Все К Второму Завету Относится Почитание Божьей Матери И Ангелов Святых На Уровне Бога То Мы Допустим Как Говорится Поклоняемся Вместо Бога Там Или Воинству Небесному Или Богородицу Считаем Ваше Бога Или Ангела Святого Наравне с Богом Неразличаем Вот Как В Италии В Италии Пожалуйста Там Богородица Поднята Над Иисусом Христом Намного И вот Ава Мария Грация Пленная И там Идет Сплошняком А Иисус Христос Это Уже Да И Вот Это Конечно Считается Грехом Потому Что Там Иерархия Конечно Определенно Есть Вот Бог Ниже Его Значит Серафимы Херувимы Престалы Вот Среди Серафимов Херувимов Это Как раз Одна из них Богородица Геова 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 Мария Это После Бога Ну Не говоря Что там Бог Это все Едино И Сын И Дух И сам Бог А вот Ниже Вот Серафимов Силы От Ангела От Самого Святого Маленького Которая Там И сейчас Тоже построили Гунди Айфон По всему миру Построил Эти храмы А за чей счет За счет Бюджета Вот Ложный стыд В исповедании Веры Ну Вот Мы Исповедуем Допустим Веру Мы Не должны Этого Стесняться Ну У нас И герои Есть Они Не стесняются Вот В Афганистане За веру Православную За Иисуса Христа Они Положили Жизнь В Афганистане В Чечне В частности И Там Вот Сейчас Многие В Сирии Православные Христиане Есть Они погибли Там Головью Отрезали И По всякому Мучили Вот Православных Христиан Они От веры Не отказались А тут У нас Даже Мы стесняемся Вот Сказать Что Да Я Верующий Гонение На благочестиво Как на хаджество Вот Люди Некоторые Вот Даже Вот В автобусе Едут Мимо В храмы Едут Они Крестятся А молодежь Смеется О Руками Машет Там Бабка Дед Там Все И вот Это Тоже Грех Конечно Или Фарисейская Лицемерная Набожность Тоже Грех У нас Распространено Вот В храм Христа Спасителя На праздники Большие Стоят Подсвечники Из Для 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 Кого-то Для Кого-то Блуд Грех А для Кого-то Бизнес Относительность Эйнштейн Работает Вполне Обильные Жертвы На Церкви На Иконы И Отказ Способий Бедным Вот О чем Я Говорил Что Столько Средств Вот Зарубежные Даже Эти Церкви И Сейчас Вот На Москве Град Морского Морского Она Вот Тоже Хочет Хотят Еще Там 200 Церквей Сделать Железобетонных Быстро Сляпать Это Каркасы Ну Это Как Говорится Вот А в То же Время Смотрите Как Инфляцию Эту Пенсионерам Не погашают Эту Инфляцию Ну Вот Сейчас 5000 Обещает Выплатить К Новому Году Как Говорится Ну Тут И Уменьшает Эту Инфля Ну Сейчас Инфляция Всего Там Меньше 5 Процентов Там Меньше 6 Процентов Сейчас Объявил У нас Медвежатник Он Вот Этот Медвежатник Он Бюджет Он Взламывает Этот Бюджет И Тратит Куда Он Он Тратит Вот На Украшательство Вот Этих Икон Отказ Способия Победного Ну Вот Это Книжка Об этом Говорит Я Отсюда Выписал Из Этой Вот Толмуда Вот Этой Вот Который Мы Сейчас Почитаем Вот Такие Дела То Уменьшение Инфляции Процент Инфляции Хотя Пойдешь В магазин Но они Не ходят В магазин Что там Говорит А в магазин Пойдешь Там же Все В 2 В 3 Раза То что Лекарство Стоило Допустим 100 рублей Ну Сейчас 200 Он Пошел Там Афтан Купил Ну И там Чего Он стоил 170 Сейчас Он 300 350 Ну Ровно В 2 Раза Ну О чем Тут Какая Инфляция 5% 5% Это Все Когда Слово Процент Услышите Вы Сразу Уши Навостряете Здесь Вас Обманывают Слово Процент Всегда Произносит Медвежатник Или Карманник Вот Это Да И у Них Процент Вот Рейтинг Столько Это Все Здесь Уже Вас Разводят Как Говорится Лохотроне Наперсочки Процент Занимаются Наперсочки Ложное Страничество Но Сейчас В связи с безработицей Это Распространено Лозунг Допустим У студентов На Электричках До Владивостока То есть Езжай До Владивостока На Электричках Зацеперы И так далее А Ну А люди Которые Поумнее Они Дурака Не валяют Они Зря себе Не ездят Вот На электричке Допустим Проехал Он Из Москвы До До Сергиев Посада Зашел Лавру А там Кормят В определенные Часы Кормят Паломников Пошел Записался Как Паломник Тебя Покормили Там Сколько Будут Кормить По этой Бумажке Паломнич Тебя Будет Кормить Три дня Два Дня А потом Там Послушание Могут Дать Куда-то Сослать На Работу Ну Ты Этого Не будешь Дать Ты Пару Дней Прокантуешься Там Где-то Переспешивал В храме Допустим На все Начали На той же И поехал Дальше До Александрова В Александрове Там тоже Церковь И так далее И так-то Можно ехать До Питера А там Уж Церквей Третьих Везде Все Обошел И все У тебя Бесплатно Получился И сытый Пьяный Нос В табаке Как говорится И там Еще Насобирал Милосты Вот Безработная Такая сейчас Жизнь Халявный Туризм Ложное Отшельничество Среди Мира И Незаконное Ношение Церковных Одежд Ну Это у нас Сейчас Сплошняком Напялит Эту длинную Юбку Женщина Стоит Подайте Ради Подайте Во славу Божию Вот Позавчера Стоит Такая Молодая Женщина Ну Стесняется А что Стесняться Подайте Во славу Божию И все Вот Это А с другой Стороны Вот Ложное Среди Мира Вот Спасаться Молитву Одну Слышал И же Земли Тверской Прославившись Святители Мученицы Преподобные Праведницы Молитии В общем Христа Бога Доставление Нам Пригрешений Даст И душам Нашим Мире Спастись Вот Такая Молитва То есть С другой стороны Мы молимся То что Мы все Люди Мирские Все равно Мы в мире Должны Спасаться Вот Небольшое Противоречие И Вот Думаем Мы про себя Я более Набожный Поэтому Вот При разделе Благ Моя доля Должна быть Большая Вот Женой Квартиру делю Она Татарка Ну что она Там На жопу Это У меня От Имущества Должна Это Вот Я Православный Мне Больше Доли Мне Две Третьих Или Как Вот Там Пыльца Сверху Пошла Так Что Мои Книжки Запылил Дай-ка Я тебе На 200 Миллионов Иска Продъявлю Соседа С тебя Пылю То есть Я же Боли Я же Патриарх А ты Кто там Наверху Пылишь Мне В верхнем Этаже Так Я тебе Такое Выставлю Что ты Закачаешься Так Вот И Получается У нас То есть И так Вот поступил Авраам С лотом Вот Авраам То он Праведник Когда он Лот Это племянника Отделял Он Говорит Вот Ну Вот Раздели Какую долю Ты-то Выберешь Такую И возьмешь И вот Он Себе Этот лот И захапал Самую Авраам Не возражал Забирай А потом Этот лот И жены Решился Она у него В соляной стол Превратится И вынужден Был С дочками Своими Спать Там Детей От них Уродов Рожать Вот Вот Такие Дела То есть Он Из-за того Что Вот Он Считается Я Боже Праведный Вот Я же Святей Папа Римского Пренебрежение Средствами Для Охранения И Относили Своей Верой Вообще Для спасения Души Но Это Раньше Так и Было Монастырь Там Ничего Никакого Оружия Ничего Не было Потом Только Стали Монастыри Как крепости Там И пушечки Были И Солдатики Рядом Стояли Для охраны Вот это Вот Всего Ну В то же Время Когда Наполеон Зашел Он До Москвы Зашел И Москву Ржег И Все Эти Святыни Все Осквернил Он Прогресс Он Говорит Что Прогресс Не мы Наполеон Никогда Не мылся В бане Грязный Вонючий Он Прогресс Нес Ну В то же Время Кутузов Он уже Попустил Это дело Кутузов Он как Масон Он его Пропустил Просто Вопреки Вот мнению Всего Прогрессивного Командования Которое Было Вставки Совет Филя Но Это мы Не об этом Вот Пренебрежение Средствами Для охранения Вот он Пренебрег Этим Делом Не подумал О том Что Сколько Святынь Осквер Нет А тогда Когда Зашли Они Вот Савва Старожевский Монастырь Наполеон Там Сын Присутствовал Сын Жены Наполеона Багарне И вот Это Багарне Ему Там Введение Было Старицем Введение Появился Сам Савва Старожевский Он так Испугался Что Своим Солдатам Запретил Грабить Это Савва Старожевский Монастырь И Представил Охрану Наоборот Туда И Стариц Ему Сказал Ты Только Один Выживешь Из всего Командования Верховного Только Один Выживешь Так И Получилось Все Эти Генералы Хваленые Все Погибли В России Замерзли Там И Один Он Вернулся Невредимый Потом Приехал Он Женился На Дочке Николая Первого И Суда И Жил Здесь Долго Потом Переехали Все Туда Во Францию И Сейчас Там Все Они Православные Все Его Потомки Очень Почитают Савва Сторожевского Вот Такие Дела То Здесь Вынуждены Были Сами Потусторонние Силы Вмешиваться Вместо Нас Что Мы Не Охраняем Эти Святыни Неприготовление Ну Это Я Уже Говорил Список Грехов Надо Сознательное Таение Греха На Исповеди Вот Это Незря Да Нарушение Тайны Своей Или Чужой Исповеди Ну Здесь Уже Мы Не Исповедуем Сами Мы Никакую Тайну Не Храним Но Многие Священники Они Нарушают Это Дело Ну А Сейчас Современные Это Средства Они Там Маленький Микрофончик Даже Видюшник Поставил И Видно Будет Каждого Кто Чего Исповедуется О чем Говорит Не Исполнение Эпитимии От Духовника Ну Он Тебе Заставил 50 Поклонов Земных А Ты Скажешь Да Чего Мне Это Поклоны Очень Наклоняться Низко И Не Исполняешь Это Грех Ну Это Ты Фактически Физзарядку Пропустил Мула Душие При Исполнении Даже Чистой Молитвы При Неисполнении Вот Допустим Я Молюсь А Мне Не Пребывает За Кого То Даже Молюсь За Болящего Все А Он Не Выздоровел У Меня Болящий Я Вот Думаю Да Что Я Это Такой Почему Такой Значит И Начинаю Сомневаться Молодушев Молитвы Молитвы Сам Себе Вместо Запорожца Бентли И Молюсь И Бог Что я На Запорожце Ездить Мне Надо На Бентли Ездить Я Молитвы Составляю Или Там Вот У Моей Жены Допустим Кроличья Шуба А у Той Песцовой Я Хочу Своей Жене Песцовую Шубу Чтоб Была Ну Это Типа Сказка О Рыбаке И Рыбке Гнев Во Время Молитвы Или После Нее Ну Там В церкви Стоишь Там Тебя Бабки Оттягивают Постоянно Ты А И Особенно Женщина Вот Ты В штанах В брюках Пришла Ну Кого Брось Отсюда Ты Что В штанах Или Возьми Там Юбки Выдают Там Сейчас Стали Юбки Выдавать Даже Кто В брюках Женщины Юбки На себя Натянут Тогда Можно Стоять То есть По внешнему Виду Это Лицеприятие Какое-то Получается Порочная Печаль О Прибытке И Удовольствиях Это Вот Мол Ну Что Это Вот Я Все Пощусь Пощусь А Надо Бы Веселиться И Все Я Расстроился Это Грех Считается Потери Страха Божия Под Предлогом Свободы Воли Ну Мол Это У меня Воль То Своя Я Потом Погрешу Но Я Потом Покаюсь Я Согрешу Но Я Покаюсь А Если Я Не Согрешу То Я Не Покаюсь А Если Я Не Покаюсь Значит Я Не Спасен Буду Вот Такая Это Логическая Цепочка Выстраивается По Гегельской Логике Порочная Как Говорится Логика Распутинская Ну Там Или Два Раз Или Два В общем Распутинская Логика Только Распутинская Страх В Псалме Да Давид Пишет А А Ведь Наказы Это Не Бог Ты Боишься Что Бог Накажет Но Хочешь Согрешить Этот Грех Совершить Но Именно Это То Что Ты Совершаешь Сам Сам Это Тебе Наказывает Сам Себя Человек Наказывает Вот Поэтому Здесь Надо Так Рассматривать Холодное Чувство К Иисусу Христу Многие Вообще Иисуса Христа За Бога Не признают Что Это Особенно Иудеи Ну Это Просто Какой-то Чужой На Арамейском Языке Разговаривал Это Даже Не Еврей Был А Просто Какой-то Арамеец Пришел Там С Русами Волосами Там Ужик Какой-то Это Не Еврей И Вид У него Не Еврея Вот И Все Какой-то Вид То У него Не Еврейский И Не Признают Они Иисуса Христа Ну И Даже Несмотря На Те Чудеса Которые Он там Творял За Три Года Столько Там Чудес И Бесплатно Все Там Они Пытались Все Эти Обряды Совершать За Деньги Там Омовение Он Все Бесплатно Исцелял И Исцелял Такие Болезни Которые Самые Сложные Случаи Холодное Чувство Божьей Матери Ну Это Тоже Другая Противоположность Некоторые Не признают Божьей Матери Мол Ну Что Подумаешь Она же Родилась От родителей Такая Небеспорочная В смысле Зачатие Обыкновенное Животное Ну То есть Не Беспорочная Беспорочная Только Иисус Христос О чем Мы будем Это Может Любая Женщина Родить Беспорочно Ну Это В принципе Так Но Принижать Тоже При этом Нельзя Почему-то Бог Не дает Всякой Женщине Именно Вот Которая Сидела Все время В святом Месте Она С детства Была В святом Месте Сидела Поэтому Вот Ей Бог Такое дал Грехи Против Надежды На Милосердие Божие Человек Угодие Против Истины Ну Человек Угодие У нас В политике Страдает Все Угождают Не говорят Правду Матку Этого Ни Премьера Ни Этого А наоборот Вот Рейтинг То у вас Хороший Али Вадоцентр Посчитал Что Рейтинг Упал У Путина А потом На следующий день Ему Заручку Как дали Этому Ливаде Центру Он На следующий день Ой Извините Мы ошиблись Рейтинг То такой же Остался Он Не уменьшился Вот Это Называется Человек Угодие Против Истины А А Истина Новосибирь Новосибирь Астрагин Уже Там Восстание Демонстрации Все. Непорядков много. Дальше. Присмыкательство. Подражают змею. Культ личности. Создают тем самым культ личности. Явно присмыкают. О, какой у нас вот хорошо так поступает. Все это лидер. Средства СМИ, подчиненные Ротшильдом, они нашему президенту просто памятник при жизни уже ставят. Везде суют, суют. Телевизор крутит, везде Путин сказал. Путин это... Это явно натаскивает на культ личности. Хотя он сам скромный. Он всего лишь полковник. Он себе награды не вешает, генерал не присваивает. Ну, а с другой стороны, его и указания никто не выполняет. Так. Излишняя надежда на человеческие связи и покровительство. Ну, вот это вот Улюкаев ваш. И когда его взяли с двумя миллионами, он сразу за трубку схватился и к своим покровителям звонит. А те трубку-то и не взяли. Вот оно и получилось. Пренебрежение помощи со стороны ближних. Это другой вопрос. Противоположный. То есть, вот, нужна помощь, а я это не обращаюсь. Пренебрегаю этой помощью. И это очень плохо. Ну, это понятно, что плохо. Надежда на свое богатство. Это все вот олигархи у нас. Что-то, как Чубайсон, побольше наглости. Захватывать там это все. Провертизировать. От нана до гига, все должно быть мое. От гигаватт до нанометров, все мое. Миллиарды все мои. Все вот это так вот. Надежда на богатство. И все олигархи так. Мы переведем на запад, там, в сохране, все в офшоры, все выведем. Чисто надежда на богатство. С другой стороны, надежда на себя особо в духовных делах. Ну, мол, я вот помолюсь и сам. У меня все это будет хорошо. Это неправильно. То есть, сам себе даешь советы, и сам себе, сам пытаешься его выполнять. Это неправильно. Так вот, абсолютная власть. Она же сама себе дает советы. Сейчас нет советской-то власти. Так, при советской власти множество советов, как даже написано в Писании, при множестве советов всякое дело будет верно. А у нас на основании там мнения какого-то там этого советника, ботаника какого-то, делаются стратегические такие решения провальные. Ну, вот, допустим, со спортом, с этим вот провальные решения, вот этими олимпиадами и так далее. Вламываем туда тоже в море средств, как в церкви выйти. Но не в человека. Так же и спортом мы превращаем в инвалидность. Плавно переходит с помощью мельдаронатов и всяких других. Вот сейчас Поветкина тоже сняли за наркотики. Труды по спасению сверх сил. Ну, вот я вот решил, допустим, тысячу поклонов. Я вот грешный человек. Всё, тысячу поклонов сделаю и жрать не буду месяц. Вот это будет, да. А здоровье-то у меня не позволяет это сделать. Месяц не жрать-то. Не кушать, не вкушать. И вот этот человек ломается и всё, и приходит после этого к полному безверию. С другой стороны, недостаточная преданность воле Божией. Многие говорят, что на всё воля Твоя, Господи. Спасибо, спасибо, Господи, за всё, что со мной происходит. Неблагодарение Бога за особое благодеяние. Хвалу везде надо. После каждого дела, перед началом, где Господи благослови, после окончания, значит, хвала Тебе, Боже наш, хвала Тебе. Потому что без меня не можете делать ничего же. То есть, ничего не можете творить, без меня не можете творить и ничего же. Это говорится так вот. Сам Бог так говорит. Без Духа Святого ничего не бывает. Никакой жизни-то нет. А это механические роботы только. Они без Духа Святого не обходятся. Органическая материя, она вся на Духе Святом основана. Уныние в несчастье и в духовной жизни. Вот уныние считается очень большой грех. Это смертный грех. Из-за уныния происходят все заболевания тяжёлые. Только из-за уныния, это как наказание за вот это уныние. А Евангелие, апостол и псалмы, все они должны радоваться. Постоянно радуйтесь, всему надо радоваться. Отчаяние – это уже предельный случай. Вот доводят до отчаяния сейчас интернет. Молодых ребят он их доводит до самоубийства. Толпами кончает самоубийство. От отчаяния. То есть ставят их в такое положение, что деваться дальше некуда. Излишняя надежда на милосердие Божие. Ну, пословица такая русская, есть она. На Бога надейся, а сам не плашай. Страсти вместо Бога. Телесные страсти. Вот телесные и духовные бывают. Страсти вместо Бога. То есть место, вот первое, это у нас распространено, чревоугодие, плотоугодие и гортанобесие. В чем оно заключается? Вот мы, допустим, надо нам вот такое там в доме жульенчик приготовить, там это съесть, кушать. Там бутербродик с черной коркой, с красной коркой на худой конец, и коньячок хороший, и виски с кубинской, там это ли, там ром кубинский. Вот, и все, что мы хотим. Ну, все, что там, плов, там шашлык, и все такое, все, ну, хотим, все мы хотим. Шоколаду побольше, конечно. Вот это чревоугодие, плотоугодие. А еще, когда мы вот кушаем, вот что-то мы, редко нам попадается, допустим, какая-нибудь шармель там конфеткой. Вот мы эту конфетку во рту болтаем, 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 и так вот, ой, какой вкус, какой аромат, и вот это вот и гортанобесие называется. А в этом отношении Николай II везде приводил в отрицательном, здесь хочу привести в положительном смысле. Николай II, он давал даже детям своим 15 минут на обед, весь обед, если ты не покушал за 15 минут, все выкатывается из-за стола, все выкатывается, и все, все остается прислуги, все остальные обед. Если не докушали свои порции. Также в церкви тоже вот, тут я вот работал тоже где-то в церкви одно время-то, года 4, и там у Сергея в трапезной питался. И там тоже 15 минут, все, следующая партия, потому что следующая, потом паломники, сначала там трудники идут, потом паломники и так далее. Вот такие дела, то есть, этому нельзя уделять внимание, то есть, само этой пище-то, наслаждение этой пищи, оно. А у нас все направлено на вкус, вот мы изготовим так, мы вот так изготовим, еще вкуснее, и по телевизору вот эти вот все рецепты, как вкуснее, вот так, и так, и так. И поедем-поедим, вот эта вот передача-то, она там есть, это. Все это насчет гортан и бесия у них разжигается. Вот это страсть чревоугодия, платоугодия, пьянство, неупиваемая чаша здесь помогает. Пьяницу и бийцу гнушается Господь, пьяница Царствия Божия не наследует. Ну, это крылатые фразы из Евангелия, из Святых Отец. Ну, здесь про пьянство ничего нельзя говорить, что самое главное, многие пьяницы, вот которых я, допустим, знаю или знал, они говорят так, что ну как я могу, ведь это же болезнь. Пьянство болезнью не оправдывается. То есть оно не от этого зависит. Оно зависит от расположения, что, во-первых, у тебя нету понятия, что это не болезнь, а именно вот страсть, которая из-за чего произошла, должен выяснить. И эту страсть вытеснить из себя, чем постом, молитвой. И дальше обратиться к людям надо. Просто, ну, спасайте, к медикам там. Я же лекарств много от этого пьянства. Лекарства в аптеке продаются, пожалуйста, лечись. Но у них нет это даже ориентировки. Но если болезнь, то иди тогда к врачу, лечись. Но они даже и зашиваются, потом отрезают себе эту капсулу и опять начинают пить. То есть это дело такое, оно связано с какой-то замыканием психическим. И это замыкание происходит, когда человек забывает обои. Он просто обои забывает в этот момент. И его, вот этот помысл, когда мы говорили с вами в лекции, обязательно посмотрите. Была лекция «Изделие человек. Инструкция по применению». Вот как эта страсть образуется, механизм этой страсти там описан очень хорошо. Потому что мы пользовались трудами Нила Сурского, который жил в 15 веке. И, ну, уже тогда этот гениальный человек, он подробно описал, так же, как сейчас вот не могут учёные многие описать, этот процесс. То есть он знал гораздо больше, чем вот эти академики, про которых Путин говорил. А вот употребление табака, курение, а, да, плотская страсть, блуд. Ну, вот это вот, мы не придаём этого значения там. Ну, вот он, жена, любовница там, это всё. И там куда-то пошли на сторону, особенно вот дальнобойщики там, какую-то тётеньку по пути прихватил там в машину. Там занимается скотским делом с ней, болезнь развивается, спит. И начали люди бояться, мол, это люди стали остерегаться вот этих вот попутчиц-то. Ну, тогда это нехорошо, потому что у тебя тоже должно быть спит-то развиваться. Тогда вброс через СМИ происходит такой, реклама. По радио вот недавно, слышал вчера. Какая-то женщина, вот, ну, у меня спит, ну и что? Вот у меня ребёнок родился, вот у меня муж. С этим можно жить. Чё вы, ребят, переживайте, давайте опять в этот блуд, плотскую страсть. Ну, наплевать, мы вас вылечим, лишь бы вы занимались там этим делом. Вот это, мы уже об этом говорили, что как у нас государство работает. Ну, на грехах, на вот этих грехах работает государство. Вот, кстати говоря, вроде бы дело такое. Вот я с женой развёлся, предположим, ну, не дай бог, как говорится, и я женился на другой. Вот, женился на другой, допустим, вот какой-то я там взял, космонавку-навку, космонавку себе. Вроде как хорошенькой, да, она космонавка, приятненькая такая, симпатичная женщина. Но у неё уже был муж этой космонавки, и она, эта космонавка, была уже замужем. Так там вот апостол-то и пишет в Евангелии, что всякий разводящего, и тот тоже развёлся с женой на космонавке, который вот женился, и тоже у него там двое детей. И вот апостол пишет, всякий разводящийся с женой прелюбодействует, то есть даёт ей повод прелюбодействия её. То есть он её посылает на это прелюбодействие. Жену в грех вводит. Жена вынуждена уже там перебирать мужчин, выбирать себе взамен пару. И тот, кто женится на разведённой, он сам прелюбодействует. Вот такое. Эта форма тоже относится к блуду. Ну у нас, смотрите, вот всё политическое-то всё, эти все советники, президенты, да и сам президент вроде развёлся. А потом-то он развёлся, значит, он дал повод своей людьми летою прелюбодействовать. Согласно Писанию, да, строго-то, если ты свечку держишь в церкви, должен в этом покаяться. Вот, покайся вот. И садись с женой опять. Но жена уже, говорят, уже вышла за другого и сменила фамилию. И вот, значит, вот она, вот он свёл её к прелюбодействию, его второй муж, они живут в прелюбодеянии, как бы. А несмотря на завенчины, невенчины, это не оправдание. Там у паспорта был штамп, жили совместные, как говорится, соединяющие, даже соединяющие с блудницей, одна из ней плоть. Он не считал её, допустим, женой невенчиной, значит, он жил с ней как с блудницей, наложницей. Но он с ней была одна плоть. Значит, и вёл её дальше прямо в прелюбодеянии. Это я прямо откровенно могу. Насчёт президента, это критика. Это критика, не моя, не я критикую, это апостол Павел его критикует через меня. Вот это писание, которому нас и заставляет это. Сейчас в школе мы будем это проходить. Сейчас школьникам это будут читать. Школьникам защищать будут вот от этих вопросов. А школьник будет это. А что вот президент развился? Маленький школьник уже попу может задать вопрос. Что он у нас? С кем он сейчас живёт? Вот вопрос. То есть моральная основа-то, власть-то ноль. Мало того, что она вся против беловежских соглашений, против референдума, а против референдума сделаны за незаконные вот эти беловежские соглашения. Вся одна незаконная-то власть. Законы советской власти никто не отменял. Так же, как, а тем более уже законы Божьи. Кто может их отменить? Никто. Только сам Бог. Крещеновый заветую. Тогда филиоку вести. Вот президенту можно разводиться, а там другому нельзя разводиться. Дальше. Вот это мы о плотских облуде. Про табак. Ну, про табак я не говорю. Это самоубийцы, они курят сейчас, да. Ничего здесь нельзя. И главное, рекламируют некоторые. Вот советская власть, это одна из причин была, что там все руководители, там, начиная со Сталина, вот курили, курили, и все это демонстрировали, то, что они как хорошо курили, и в армии приучали нас курить. Бочка такая, сполна окурков, и около этой бочки все сидят, и все раскуривают. Вот так. Вот все еще дальше. Пристрастие к твари Божьим, к человеку, к животным, к драгоценным ковням, к цветам. Вот культ этих цветов вот развели действительно, что вот на каждый праздник обязательно надо пучок этот веник схватить за дорого, за бешеные деньги. Внушает, что это надо, что это там женщинам приятно, потом этот веник с клопами, с иностранными клопами в дом занес, а там этих вшей, в этих цветах немерено, мелких таких, и они по всей квартире расползаются. Вот это, или вот животные, это животные, это вообще сгусток грязи, и она у тебя по квартире, эта грязь шарахается. Кошечки, собачки, это все было предназначено, когда человек жил, даже вот в снегах там, холодно, и собаку они в дом не заводят, собака около этой иглы, около этого снежного дома вокруг ходит, а в снежный дом внутри они его, собаку не пускают. Это даже вот на севере, казалось бы, собачку надо погреть, все, ничего, пусть она там шерсти, шерсти больше на ней вырасти. А человек ее вот сейчас вот тащит в квартиру, но он мало того, что он подвергает себе опасности, особенно для детей, это контакт с этими собаками, она снаружи вся грязная, так написано, в Библии написано, что собака, она внутри чистая, сама для себя, у нее слюна целительная, все это, но снаружи она вся грязная, то есть микроб на ней не меряна, и они возникают сами на ней. Вот такие, а у нас пристрастие, защита животных, там, не важно, что собаки стая задрала, школьников подрала, уже тысячами школьников подрали собаки, дикие собаки просто, вот, и ничего, у нас собак защищает, еще сейчас иностранная какая-то, защитница собак к нам, на прописку тоже, гражданство будет просить, вот это такое дело, это безобразие вообще, животные должны мне домашить, они, у них должны быть, одноэтажная Америка должна быть для них, в коттеджах, в виллах, в деревнях, это да, мышей ловить, по сараям, вот душевные страсти, какие, самолюбие, саможаление, вместо самоотвержения, ну вот, мы же ближнего-то не любим, мимо себя-то, вот какие мы жалкие, да, вот меня-то там обжали, меня, я такой талантливый, мне, вот это, вот это моя, это самый мой грех, сам себя люблю, это еще считаю я себя обиженным, все, я обижен кем-то, хотя, сам кругом его грешный, сердит, изгневливость, тоже, собаку на кого хочешь, могу спустить, и это, гневаясь, не согрешайте, пишется там в Писании, и язык, это, это, враг, и думать надо, прежде чем говорить, вот, это очень важно, потому что, язык, это такой маленький орган, но он управляет всем телом, он, вошекает все тело, язык, изо рта, благодаря языку, выпускается, и грязные всякие слова, и в то же время, благодарение Богу, и хваление, и молитва, то есть, один и тот же источник, в одно и то же время, извергает, бывает, два вида информации, грязную и чистую, это нехорошо, и человек совершенный, он управляет своим языком, и сердитость, грязнивость, он не проявляет, умеет руководить языком, сребролюбие, вот такой, ну это у нас, у меня, так я, за деньги, тут все, тут чемодан денег, если мне дай, я сразу, его побегу, в офшор снесу, все там, ван швейцарский, заложу, и буду, о какой я, и поехал, кругом по миру, там кататься, я поеду, и вот так вот, у меня сребролюбие такое, и многие, так вот, из-за денег, у них квартиры денег, у них там, чемоданы, не только с кубометра, тонны денег, и все это закупоривается у них, а вот говорят, что деньги, это кровообращение, экономики, и у нас, вся эта экономика, она основана на сребролюбии, вот мы должны, не важно, мы должны производство задавить, а деньги спасти, чтобы денег у нас было везде наложено, в ценных бумагах, там, 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 и мы занимаемся спекуляцией, стараемся, путем спекуляции, у нас основное производство, это спекуляция деньгами, то есть, Центробанк работает здесь, Минфин, эконом развития, и вот эти все вот банки, вот все занимаются, столько спекуляций, вот денег, перекладывают их туда-сюда, используя вот эту конъюнктуру, и биржи вот эти, игру на биржах, игру с ценными бумагами, на курсах валют, игра, и вот такими делами, место производства, вот это от чего? От церебролюбия, так же, как вот, Плюшкин, мы все деньги копим, там, старый сухарь гостям даем, то есть, не только гостям, но и своим пенсионерам, плесневый сухарь, эту муку, старый распродаем, а свежий урожай, за границу гоним, чтобы за деньги, опять же, получить деньги, нефтью гоним туда, здесь она дорогая, поднялась здесь, разоряем, она, казалось бы, там дешевая, а тут она почему-то дорогая, вот это все, и только из церебролюбия, а почему? Потому что, они разрешено, все это дело, приватизировано, просто так раздарено, народное хозяйство, советское, незаконно, там же, против референдума, против мнения народа, вот это церебролюбие, чистолюбие, ну, чистолюбие, это ясно же, вот, как же это, увеситься всем, честь, вот это вот, чтобы мне поздавали честь, я же вот такое вот открытие совершил, я академик, вот мне надо, значит, большой честь, санолюбие, чины, знаки отличия, вот поступил, я тоже люблю чины, люблю, ну, это кто не любит, это, вот и надо от этого избавляться, или вышестояние при расседании не по праву, как вот тогда, вот Ельцин, захватил, разбомбил, это Верховный Совет, который выше его стоял, он должен быть на коленках туда ползет, и каяться в от Верховный Совет, в грехах своих, но он же безгрешный был, он же был пуп земли, этот, как на букву, и он, значит, клоун этот, чем был занят, он себя выдвинул в эти, президента, вместо того, чтобы действительно законный был президент, или потом он передал власть это вообще простому полковнику из ФСБ, он передал власть всем государством, тоже незаконно, но потом там, используя административный ресурс, известные там карусели с выборами, это все, потом раздули рейтинг, почему, потому что этот новый вот полковник, он сориентировался правильно, он присовокупился к этим кротшельдам, поехал, с королевой в карете покатался, и все, он стал там доверен на лицо, и он стал здесь этим рабом на галерах, он говорит, я вкалываю как раб на галерах, а чей раб? Ротшельдов, и английской короны, ну и американцы уже как, пытались американцы, через американцев, но видно, что американцам сейчас не хотим, хотим прямо непосредственно хозяйке служить, и это у нас все ориентировано теперь на Ротшельдов, и вся СМИ-то, вот это раздувание рейтингов, это все, все СМИ принадлежит у нас Ротшельду, что там говорить, вот о санолюбии, в высшестоянии, да, вот этот, он простой полковник, так же как вот царь Николай II, он был простой полковник, он, ну не тянул он на генерал, и даже и не хотел, и все, и у него ничего не получалось, и с войной он так это, и здесь тоже с войнами с этими, так фигня получается какая-то, одни войны, а толку-то никакого нет, один напряг на экономику, а экономика не развивается, однобок оно, военный, промышленность только развивается, да и то, не вся, словолюбие, ну словолюбие, тут конечно, тут прославится, вот я сижу, читаю лекс, все вижу, меня сколько там зрителей посмотрят, все это, слава какая будет, уже каждый день смотрю, сколько меня там лайков мне поставили, вот это такое слово, сосколько, вот у меня же сто стран смотрят, и я сижу так довольный там, рюночек подымай за это дело, вот это вот есть словолюбие, это такой мой грех, тщеславие, ну тщеславие это, допустим, который вот, человек он, честолюбивый, он хоть что-то делает, честолюбивый, он там, что-то открыл, от тщеславия у него ничего за собой нету, никаких заслуг, он хочет просто прославиться, не имея никаких результатов своего труда, и вклада в общественное, в общественное дело, и часто хвалит себя сам, ну как у нас, вот все руководство у нас, Единая Россия, оно сами себя хвалит, оно нигде не ходит, ни по дорогам, ничего, оно только занимается, в телевизоре, и здесь сами себя хвалят, мы хорошие у нас, это хорошо, то хорошо, что плохо они не говорят, вот это тщеславие, они ничего не сделали для экономики, экономика-то у нас, хуже, чем при советской власти, это тщеславие, не полностью, Единая Россия, это сборище тщеславных людей, гордость мирская, вместо разумной простоты, вот мы гордимся, славься страна, мы гордимся тобой, вот это вот, это и есть гордость мирская, даже в гимне она провязывалась, и то, что, не то, что славьте страну, Бог славь страну, а славься, славь сама себя, возвратный глагол-то, славься страна, мы гордимся тобой, то есть, сама-сама славься, а мы вроде в стороне от тебя, мы тобой гордимся, то есть, и страна совершает грех, самовосваление, и я совершу грех, я буду тебя гордиться тобой, это все заложено в гимны, это все барахло, это все, оно русский язык, потому что никто не соображает, они все по-английски, и у них не доходят, что возвратный глагол, что простой глагол, и что такое гордость, они это не просекают, и разделяют, вот есть гордость такая, а есть гордость сякая, есть любовь такая, есть любовь сякая, а оказывается, есть, раздваивает это дело, любовь, она по идее, только одно значение, это Божье, это Бог, и есть любовь, а они в сексуальный план это переносят, это вот тоже любовь, значит, это как фрикшн, называется любовью у них, Так, дальше, что мы не рассматривали, что у нас еще гордость. Гордость духовная вместо христианского смирения. Ну, духовное это ясно, уж мы можем поучать, вот эти вот были варвары, кто до нас был-то, вот мы пришли, мы сделали из вас людей, вот мы бородатые такие, варвары, то есть, а вы варвары, мы бородатые, а вы варвары, вы бритые, вы варвары. Вот патриарх у нас, Кирилл-то такой, ну, Гундяев-то, он же все говорит. Ну, до христианства кто-то был-то? Дикие люди, варвары, звери. Так же прямо здесь, в интернете про это есть. То есть, человек обнаглел совершенно, вот это и есть гордость духовная. То есть, он свою духовность предпочитает больше, чем духовность тех людей, которые жили тут, окраим вот этот вот древний город. Вот он все это считает, что варвары были, построили здесь города, Новгород и так далее. Гордые обычаи, высокомерный взгляд, поднятие бровей. Вот у меня уже прям бровь поднимается от гордости. Все время вот, можете заметить. Высокомерный взгляд, поднятие бровей. Вверх и летающая походка. Вот идет человек летающий, еще голова вот так вот, вот как на параде. Вот так, у-у-у-у. Вот на параде вот эта гордость такая. Значит, вот такое. Горость до самообожания, будто подобен Всевышнему. Ну, это аум-сюдрекео, там вот эти вот, бог Кузя, бог Кузя. И таких у нас много тут. Непротивление страстям вообще, неисправление. Ну, то есть, что я могу? Я человек маленький, ничтожный. Я с этими грехами-то не могу справиться. И поэтому просто предаюсь на течению обстоятельств. И все. Вот плаваю в бассейне там, играю в бадминтон. Ну, там мне речогу скажут. Я как артист прочитаю эту речогу по телевизору. И хорошо, там все довольны. Отзывы обо мне хорошие. Там то меня вызывают, то как я ловко говорю. Меня там этот режиссер Говорухин поднатаскал. Все меня поднатаскали. Вот немецкий я забыл, но зато английский помню. И, ну, всяко-разно. Вот у нас это по воле случая, там как пронесет до октября 17-го года. Вот такие вот мы с вами прошли вот из этой книги. Все грехи по второй заповеди только. Вторая заповедь. До 145-й страниц. То есть мы одолели 105 страниц за сегодня. Ну, мы голопом по Европам рвались. Ну, во всяком случае, перечислить это надо. Это полезно. Потому что и самое главное, чтобы грехов видеть у себя, главное у себя грехов-то. А вот я все на других киваю, а себе-то я же безгрешный. Да нет, я вот как раз с той целью говорю, как стадия видьми. Вот есть здесь стадия видьми. Девочка такая английская, она. Учитесь со мной. У нее есть такой сайт. Она там учится и призывает всех в прямом эфире. Все видят, как она учится, чему учится и так далее. И все к ней присоединяются. Поэтому я в основном, конечно, для себя этот материал разбираю. И говорю стадия видьми. До следующей встречи, когда мы рассмотрим уже третью заповедь. Будьте здоровы. Ахм.